Это вот знаете, вот есть такое вот состояние, когда ты встречаешь родного тебе, очень близкого человека, и у тебя был такой, знаете, трудный день, трудная была жизнь, и потом ты его встречаешь, и ты всю душу свою изливаешь ему или ей, и ты обнажаешь свои чувства, правда? Не знаю, знакомо ли вам такое чувствование, когда ты просто плачешь, или ты выражаешь какие-то чувства, эмоции, потому что ты нуждаешься в этом, тебе нужно что-то родное, чтобы ты мог это все выплеснуть. И вот, когда мы приходим к Богу, Он наш Отец, Он наш Ава, и вот мы поем эти псалмы, и это песни из сердца нашего. И вот мне очень подралось это высказывание, я его где-то прочитал, не помню где, но оно звучит так. «Напрасно трудится язык, если сердце молчит». Поэтому, насколько вот важно, чтобы мы раскрывались перед Богом и выражали вот эти чувства любви, поклонения. И вот Бог ищет эту жертву, да, уст поклоняющихся. Вот это состояние жертвенности, посвящения Богу. Когда ты не просто восхваляешь Богу, ты простираешься гораздо дальше, чем слова этой песни. И ты поешь вот эти вот песни. Знаете, меня так накрывает эта песня, когда мы поем, как могу я жить по-другому, как я могу жить по-другому. Я иду, куда ты идешь. И вот это откровение, да, оно просто тебя взрывает из утери. Это настолько сильные слова. Я иду, куда ты идешь. Я слышал такое высказывание Кама Гордееша, да, знаменитое высказывание «Знают все христиане». «Куда идешь, Господи?» Это встретил Петр, апостол, который скрывался от гонений в Риме. И тогда убивали христиан, их много казнили. И Господь сказал ему видение. Он говорит, я иду еще раз умереть за моих детей. И тогда Петр, он расплакался, да, покаялся и пошел назад в Рим. И вот этот момент поклонения, да, он, это не просто песня, это тот вектор духовный, который у нас уже есть. Как мы, мы не просто поем, мы так живем, мы так движемся. Это наша духовная реальность, это наша практика жизни. И сегодня я хотел бы поговорить на такую вот тему. И я думаю, что она будет своевременна, эта тема. Мы уже много раз ее проходили. Но, тем не менее, нам нужно все равно про это еще раз говорить. Это закон и благодать. Закон и благодать. Вот я думаю, что нам нужно... Я верю, что Господь вот просто вот положил, да, я думаю, на мое сердце. Ну, я пока проповедую, я пока сложу, значит, я думаю, что Дух Святой, он берет в удел, и, ну, он показывает. То есть, он смотрит на определенные темы, на которые нужно обратить внимание. На самом деле, эта тема уже не новая. Это тема, которую мы уже проходили. И не раз, и, может быть, и не два, но проходили очень много. Но нам нужно опять возвращаться, да, напоминать себе, в чем заключается вот это здравое учение. Вот. И сразу, сразу приступим к делу. Итак, наша праведность не зависит от соблюдения закона. Аминь. Не зависит от соблюдения закона наша праведность. Потому что закон не способен сделать то, что сделал наш Господь Иисус Христос Своей жертвою. Все понятно? Вроде бы все понятно. Ну, ничего сложного, да? Но бывают такие моменты, когда мы немножко так шатаемся в этих вопросах. Но мы будем постепенно открывать места из Писания. И будем прочитывать эти места из Библии. И размышлять над ними. Евангелие Иоанна, 1 глава 17 стих, там написано, что «Через Моисея был дан закон, благодать же истины, через Иисуса Христа». И вот, когда был дан закон, то этот закон был дан как целостная система. Целостная система. То есть, это не было как какая-то часть закона, это было дано евреям, это было как целостная система. И чтобы соблюсти закон, нужно было соблюсти весь закон. Не часть какой-то закона, не то, что нам нравится. Вот это мы соблюдаем, вот это мы не соблюдаем. Это нам подходит, это не подходит. Поэтому, чтобы оправдаться перед Богом, нужно соблюсти весь закон. Невыворочно. И давайте сейчас вот откроем. Я возьму Библию. Пятая глава. С тринадцатого по четырнадцатый стих. Пятая глава, тринадцать-четырнадцать. Так. Я надеюсь, сегодня скучно вам не будет. Сейчас. Итак, там написано. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Итак, мы видим, что до закона грех был в мире. Но, как видим, что грех, он не вменялся по той причине, что не было закона. Закона нет, нет греха. Но, тем не менее, люди, они умирали. Почему? Потому что грех передается от Адама и во все поколения людей. Здесь написано «от Адама до Моисея грех был в мире». Потом, когда пришел Моисей, через Моисея был дан закон. И система закона, еще раз хочется повторить, она была полной и окончательной. То есть, это не что-то отдельное было дано. И нам нужно учесть тот факт, что закон нужно соблюдать весь и всегда. И вот, как бы нам это сегодня, может быть, скучно это слушать, да? Потому что это мы как бы читаем сухое такое Слово Божие. Но, на самом деле, закон – это настолько такой мощный, огромный институт, который включает в себя не только моральный закон, но он включает в себя гражданский закон, церемониальный закон. И он существует как целая система. Стоит тебе что-то только вот нарушить, ты становишься нарушителем закона. Поэтому Божье Слово, то есть, да, Бог, Он говорил, что мы, да, должны соблюдать весь закон и постоянно не должны уклоняться, должны в точности соблюдать все предписания. И вот нарушение одной заповеди нарушает весь закон. Это мы можем прочитать Якова, 2 глава, 10-й, 11-й стих. Если не трудно, можете открыть. Если нет возможности, послушайте. Якова, 2 глава, 10-й, 11-й стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Видите, да? То есть, весь закон. Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. То есть, мы видим, что человек, который соблюдает весь закон, но согрешит в чем-нибудь, вот обратите внимание, становится виновным во всем. То есть, он виновный. Не важно даже, какую заповедь он нарушил, не важно, что из, да, церемониальный закон, или гражданский закон, или духовный, да, моральный закон, он становится виновным во всем. И более того, когда человек становится преступником закона, то объявляется проклятие. То есть, человек, который не просто он нарушитель, он также накликает на себя проклятие от Бога. И послание Галатам, 3 глава, 10 стих. Если нетрудно, вы постарайтесь все-таки открывать, потому что, когда ты читаешь, то тогда лучше усваиваться. Ты можешь просто вот так вот залипнуть на этом стихе и вникать. Это Галатам, 3 глава, 10 стих, 3, 10. Так. Здесь написано. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Вот тоже еще такой стих для размышления. То есть, мы видим, что те люди, которые утверждаются на делах закона, вот произносится клятва, помните, да? Жизнь и смерть, благословение и проклятие. И вот, если люди не соблюдают закон, то тем самым они же произносят под клятву. И если они не сделали, то они получают проклятие. И я вижу в этом, знаете, это очень стрёмно, на самом деле, полагаться на закон, потому что, как только ты дал осечку, значит, приходит проклятие. И проклятие – это нехорошо. Мы же не хотим, чтобы мы были под проклятием. Мы хотим быть под благословением. А вот чуть-чуть выше, если мы прочитаем, это 8 и 9 стих там же, вот я думаю, это будет очень хорошо прочитать, чтобы немножко сегодня придать такой позитив. 8 стих написано. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Вот, если ты веруешь в Иисуса Христа, то тогда ты благословляешься с верным Авраамом. Почему? Потому что мы верим во Христа, а когда мы облеклись во Христа, мы получили благословение, независимо от дел. Итак, с кем ты хочешь сегодня быть? С Авраамом или с теми, которые утверждаются на делах закона? Я думаю, что всем нам хочется быть все-таки с Авраамом, быть благословенными. Итак, какие выводы мы можем сделать, исходя из вот этих прочитанных мест из Писания и вот этих размышлений? первое, это то, что закон является единой и целостной системой, который был дан через Моисея. И к нему нельзя ничего ни прибавить и ни убавить. Это что-то одно, единое, целое. Закон нужно соблюдать во всей полноте. Нарушение одной части закона означает нарушение всего закона. Если ты нарушил что-то одно, ты становишься нарушителем всего, ты виновен во всем, как мы читали. Закон, еще очень важный момент, мы немножко пропустили, закон был, вообще не был предназначен для язычников, но был в первую очередь предназначен для евреев. Только для Израиля. Закон не был положен для язычников. Описание провиде, что Бог веру оправдывает язычников, только что мы прочитали, да, 8 стих, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся кто? Все народы. то есть, не только евреи, но и язычники. Поэтому закон дан был не для язычников, закон был дан для евреев. и очень такой, знаете, такой очень хорошая для нас новость. Это большими буквами нужно для себя где-то в памяти пометить или где-то в блокноте. христиане не под законом. Аминь. Мы не под законом. Следовало быть, мы не под проклятием. Мы во Христе. И в Нем мы спасены. В Нем мы оправданы. В Нем мы имеем жизнь вечную, как учит нас Писание. Итак, давайте откроем сейчас Римлянам 6 главу и прочитаем 14 стих. Римлянам 6, 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аллилуйя! Мы не под законом, потому что мы во Христе, мы под благодатью. Это даже, я думаю, стоит повторить, я под благодатью. Даже когда ты говоришь эти слова, я под благодатью, это высвобождает мощную силу в твоей жизни, силу благодати, твое исповедание веры, я не под законом, я под благодатью. И грех поэтому не должен над вами господствовать. То есть, когда мы жили по плоти, страсти греховные обнаруживались законом. То есть, закон, сопряжен с плоти. И вот когда мы по плоти, то тогда закон обнаруживает эти греховные страсти. И соответственно, они приносили плод смерти. Но ныне умерли для закона. Все. С законом покончено. мы освободились от него. А теперь у нас другая реалия жизни. И она называется так. Служить Богу в обновлении Духа. Мы служим Богу в обновлении Духа. У нас духовная жизнь началась. И это качественно совершенно новая жизнь. Потому что это жизнь праведная верой во Христа. Жизнь по Духу. Римлянам 10 глава 4 стих. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Наступил конец закона. И нам не нужен сегодня закон, чтобы быть праведными. С законом покончено. Теперь мы живем по Духу во Христе. Моисей пишет о праведности от закона. исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Итак, мы сегодня спасены через это доброе исповедание веры в Иисуса Христа. Это то слово, которое сегодня проповедуется. Это то слово, которым мы были спасены. И так странно сегодня слушать человека, который говорит, я три года сопротивлялся тому, чтобы перейти на сторону иудаизма. И говорит, я слушаю раввинов, а у меня есть другой раввин, Иисус Христос, вот кто мой раввин. И мой учитель, и мой наставник. Он мой спаситель, и он есть оправдание мое. Итак, закон перестает быть средством для достижения праведности. Давайте откроем еще Колоссянам 2 глава 13 14 стих. Колоссянам 2 13 14 14 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшая она срокописания, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Вы слышите, да, что здесь написано? Иисус истребил учением бывшее нас рукописание. Что такое рукописание? Это закон, которое было против нас, закон был против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту. И теперь закон, он пригвожден на кресте. Иисус исполнил этот закон, он исполнил его во всех смыслах этого слова. И когда мы говорим сегодня о том, что он исполнил закон, мы также имеем в виду, что он стал жертвой его за наши грехи, тем самым он исполнил закон. Он сам умер за нас. То есть, когда он умер, он исполнил справедливое требование закона, которое гласит наказание за грех есть смерть. И вот, когда закон говорил, грешник должен умереть, то Иисус пошел и умер за нас, то есть, вместо нас. И поэтому нам сегодня не нужно умирать, нам не нужно сегодня брать на себя вот это бремя, нам не нужно брать сегодня бремя соблюдения закона, потому что Иисус исполнил закон, и Он выполнил требования закона. Смертью Христа истреблен закон и пригвожден ко Христу. Аминь. Колоссянам 2 глава 16 стих еще почитаем. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Итак, мы видим, особенно, обратите внимание, суббота, это был день субботний. Он является четвертой заповедью из десяти. Чти день субботний. И Божье Слово говорит, никто да не осуждает нас за субботу. То есть, если мы не соблюдаем субботу, никто да не осуждает вас. Если вы не соблюдаете праздники, никто да не осуждает вас. Или за пищу, или за питье, так как учит нас Писание. Если мы это не соблюдаем, никто не может осудить нас. Потому что, Божье Слово говорит, это есть тень будущего. Сам закон является тенью. Будущего, которое наступило уже сейчас. Мы живем сегодня в будущем. Говорят, будущее уже наступило. Так вот оно, будущее наше. Мы живем сегодня уже в этом будущем. тело во Христе. Мы во Христе. Наше тело во Христе. И вот Христос для нас, Он не пришел для того, чтобы еще раз сказать нам, чтобы мы соблюдали закон. Он пришел для того, чтобы спасти нас от Божьего суда, справедливого суда, который основывался на законе Божьем. Потому что Божье Слово говорит, что все мы согрешили, и соответственно наказание за грех есть смерть. И сегодня у нас есть отношение со Христом. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы есть тело, церковь есть тело, а Иисус есть глава наша. И вот поэтому мы соединены со Христом, и у нас вот есть эти тесные отношения с Ним. И эти отношения дают нам вот эту силу благодати для того, чтобы нам жить праведной жизнью. истинный христианин больше не виновен, ему не нужно нести на себе это бремя греха, бремя вины, потому что он оправдан в имени Иисуса Христа. невозможно быть под законом и быть дитем Божиим. Дитем Божиим возможно только тогда, когда ты под Божьей благодатью. Если вот так вот просто образно объяснить, мне очень понравился пример, я читал раздел основу учения Христова Дерека Принца и там был приведен очень хороший такой пример, что закон это есть карта, по которой мы движемся для того, чтобы достигнуть цели, которая является нашим спасением. А благодать дает водительство Духом Святым. Но проблема вот в чем, что когда ты ориентируешься по карте, она настолько сложная, она настолько трудная для усвоения, что как правило все те, которые пытались по этой карте достигнуть своей цели, то есть оправдание, спасение, да, у них это не получилось. И у Бога есть другой вариант. Он дает нам водительство Духом Святым. Мы водимы им. Каким образом Он дает нам желание, Он производит нас действия, Он дает нам силу, Он дает нам победу, да, Он дает нам вот эту новую жизнь, как написано, мы есть новая тварь во Христе Иисусе. И вот, знаете, нам, я думаю, сегодня нужно обратить внимание на такой очень важный нюанс. Допустим, заповедь учит нас, да, закон учит нас, закон, чтобы человек не крал. Это написано в законе. Воровство оно каралось. Так. Когда мы читаем в посланиях, то там также написано, кто крал, впредь не кради. люди. И, с одной стороны, у нас есть закон, который мы читаем в Ветхом Завете, а когда мы обращаемся в Новый Завет, то мы видим почти те же самые слова. Да? И вот так интересно, и там закон, и тут предупреждение, как нам вот среди этих двух огней разобраться, что нам делать. И вот нам, христианам, я думаю, нужно очень хорошо разбираться в этих вещах. Вот закон это вот такая как бы формула, да? Я спасен, вернее, я спасаюсь, потому что я делаю вот это, это и это. Или нет, лучше объяснить так. Я буду спасен, если я буду делать вот это, это и это. Или не буду делать вот это, это и это, да? На основании этого я спасусь. Но когда мы говорим сегодня про благодать, то я уже спасен. И поэтому я делаю это или не делаю это, понимаете? То есть, если по закону тебе нужно заслужить спасение, то по благодати я уже спасен, потому что Христос умер за меня, я им оправдался, и на основании того, что я спасен, да, но и оправдан, я праведен во Христе Иисусе, поэтому я делаю вот это, это и это. Я перестаю воровать, я перестаю завидовать, я перестаю ненавидеть, и на смену этого приходит что? Плоды Духа. Вот. Плоды Духа приходят. Закон это, когда мы говорим о делах, а благодать, когда мы говорим про плод Духа. Это две разные вещи, взаимо исключающие, поэтому очень важно, чтобы мы разбирались в этом, и не путали эти вещи. И вот, когда мы читаем послание Галатам, там написано, что пришли некоторые из почитателей закона, и они такие говорят, вам нужно обрезываться, то есть, как бы, Христа недостаточно, чтобы вам спастись, вам нужно обрезаться, но обрезание это есть указание в законе, там, на восьмой день, да, нужно обрезываться, и если вы не обрежетесь, то тогда увы. И помните, как апостол Павел говорит, если вы, говорит, стали полагаться на закон, то вы остались без благодати, остались без Христа, значит, вы еще живете в ваших грехах, сила греха владеет вами, доминирует вами, правит вами, и вот как это вот, знаете, вот это такая вот тонкая грань, когда мы должны отличать дела от плодов, от плода духа, и вот мы сегодня говорим о том, что мы дети Божьи, и быть детем Божьим, это значит рождение свыше, это значит поступать по духу, это значит у тебя новое качество, творение, ты новая тварь, ты не тот плодской человек, ты не тот человек, который как бы живет в состоянии смерти мертвого духа, твой дух возрожден, ты рожден свыше, ты дитя Божье, и теперь у тебя есть водительство Духа Святого, Он ведет тебя, Он направляет тебя, Он дает тебе силы, и как написано, да, что все вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, и тебе не нужно смотреть сегодня на закон, и знаете, мне вот, я думаю, почему сегодня людей так искушает вот это вот желание опять вернуться в закон, потому что в Божье Слово говорит, что евреи, которые хотели достигнуть праведности, они не достигли этой праведности, потому что искали его в делах закона, и когда пришел Христос, они отвергли его, почему, потому что, знаете, вот это вот человеческое я, вот эта гордость, которая пытается доказать Богу, что мы сами по себе достойны того, чтобы быть спасены, чтобы оправдаться, и я вижу в этом, знаете, вот как гордость просто вкрало сердце человека в его разум, и он не способен смиренно принять эту благодать, принять это спасение от Христа, и вы, знаете, так вот, вот это вот слово, дар праведности во Христе Иисусе, это то, что ты не можешь купить, это то, что тебе подарили, тебе не нужно этого заслуживать, ты уже имеешь это, у тебя уже есть это, тебе не нужно теперь как-то отплатить за это, как-то это только, знаете, это только любовь, это только любовь, это только отношение с Богом, развивайся в этом, расти в этом, и Господь, Он, знаете, Он запустил вот этот процесс внутри нас, вот в тебе огромный потенциал Божьей благодати и вот этого сыновства Божьего, это огромнейший потенциал, который вложен в тебя, в тебе есть начаток святого, и тебе не нужно Богу доказывать еще что-то, потому что ты уже и есть сам, да, ты и есть сама вот эта праведность во Христе Иисусе, тебе не нужно доказывать Ему, Он уже и от тебя оправдал. Где мой телефон? Сейчас, еще вот я такую пометку сделал. Может, еще раз повторюсь, что по благодати мы спасены, а по закону нужно заработать спасение. По благодати у нас есть плод духа, а по закону у нас есть дела. По благодати мы имеем праведность Иисуса, по закону праведность закона. Но праведность закона, она никогда не сможет достигнуть праведности Иисуса. Помните, еще Иисус сказал такие слова, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, помните, это место из Писания в нем. Слава Господу, давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!